В прошлой программе в гостях у кинооператора Валерия Борисова мы начали говорить о нюансах его удивительной профессии. Итак, после долгих лет работы он искал нужный кадр в Рязанской Солочи и даже не думал, что встретит свою судьбу. Я хотел, чтобы девушка симпатичная из самого рода, наливала чашки и разносила гостям. И вот я выскочил, идут какие-то две девчонки. Я говорю, девчонки, я вас умоляю. Они, да чего, да нам надо. Ну, потом как-то я их уговорил, и одна оказалась дочкой какого-то самодеятельного режиссера. И она меня заколебала вопросами, какую задачу я перед ней должен, ставлю для того, чтобы она талантливо исполнила вот этот этюд. Я говорю, да, здесь задача простая, на физические действия, строго по Станиславскому. Подойти к самовару, наполнить чашки и отнести гостям. Вот и все. Не надо никакого второго плана и психологических переживаний. Вот. А ее все тянуло на психологию. Вот это Томкина подруга была. А Томка так отмалчивалась, молча делала все, что надо. Она и сегодня делает все, что нужно, понимая все тонкости его души и профессии. В этом отношении слова ни разу не было произнесено. Ну, и даже когда я... Ну, просто я ее никогда не баловал красочными описаниями своих командировок, потому что это, наверное, не надо было бы. Вот. Наоборот, говорила там, как нам весело, как мы иногда там собираемся после съемок там, ну, в той же самой Чечне. На момент знакомства Тамара была замужем, Валерий уже разведен. Пользуясь каждой минутой отдыха, он брал служебную машину и ехал покорять сердце будущей супруги. В 86-й год они встретили уже вместе. А в мае поступило предложение поработать за рубежом. В то время для периферийного журналиста это было невероятной удачей. Но был один важный нюанс. На Никарагуе я впервые стал военным журналистом, военным корреспондентом, потому что когда меня туда направляли, я имел предварительный разговор с начальником управления кадров Гостелерадио СССР. И он говорит, ну, как ты смотришь, если там поедешь, там, для войны. Я вижу, в Афган? Ну, почему? Стреляют не только в Афгане. Ну, вот тогда война шла гражданская, ну, шла, так сказать, война освободительная в Афганистане, и гражданская война шла в Центральной Америке, в нескольких странах, там, в Сальваторе, в Гватемале. Но у нас посольство было только в Никарагуа. В Латинской Америке они прожили почти семь лет. Компания создала все условия для успешной работы. Прекрасная вилла, японские автомобили. Но это была лишь одна сторона медали. Вторая – гражданская война. Многие страны впервые открывали просто для телезрителя советского, потому что, ну, скажем, в Сальвадоре это была одна из самых кровавых стран. Там в то время, больше всего, вот когда я приехал в Центральную Америку в 1986 году, там уже где-то начинал меняться режим уже военных. Пришел гражданский президент. Вот, то есть, режим заметно помягчил. А до того, там было просто жуть. Там убивали корреспондентов больше, чем журналистов, больше, чем в Ираке, больше, чем в Сирии, больше, чем в Чечне. В общем, по числу погибших журналистов тогда Сальвадор был на первом месте. И тем не менее, Коста-Рика навсегда поселилась в его сердце. Вместе с корреспондентом Юрием Барановым они открыли советскому телезрителю Панаму, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Доминикану – красивейшие страны, омываемые океанами, их жителей, культуру, кухню. Я вам рекомендую, если получится, выходите замуж за костариканцев. После таких впечатлений возвращение домой в августе 91-го показалось еще более странным. Власть в Союзе менялась, было трудно понять, что вообще происходит в родной стране. И оказывается, настоящая война без правил и права на ошибку была только впереди. В Чечне были тысячи людей, которые нуждались в помощи. Ну, это зачистка, в общем, да, периодически проверка людей с оружием в грозу. В общем, это были очень жесткие, и я скажу, что с точки зрения опасности работы, и жесткости работы, конечно, это было самое сложное время, вот с 96-97 год. Если так переходить от Чечни к Югославии, там в 91-м году погибли, это были первые советские журналисты, погибшие в горячей точке. Оператор Гена Куриной и Виктор Нагин – корреспондент. Вот это были первые ребята, и судьба их, как они погибли, до сих пор неизвестна. То есть, там есть версии, есть, так сказать, им поставили памятник, причем хорваты поставили памятник. Специальность Валерия Борисова называлась несовременным, но очень значимым словом – кинокорреспондент. То есть, человек, который снимает и участвует в написании текстов к фильмам и сюжетам. А потому ему ли не знать, как важно чувство плеча в отношении журналисты и оператора. Когда спинным мозгом чувствуешь направленный объектив видеокамеры, и понимаешь, что в кадре именно то, что сделает этот сюжет особенным. Эта вот камера, с которой мы работали, Адмира, это на Устелеме, я в командировке. Там был мороз минус где-то 58, и камера у меня замерзала через 45 секунд, она начинала визжать. И было у меня три камеры, две ассистент отогревал, а на одну я снимал. Вот так вот и работали. Ну ничего, фильм собрали. Ему всегда хотелось большего простора для импровизации, размышлений и анализа. Даже в самых неприглядных городках он находил необыкновенно красивые пейзажи и, главное, удивительных персонажей. Это с ассистентом режиссера, с Ингей, что-то злое, холодина была, помню, жутко. Я в каком-то пальчишке дряблом. Это уже другая камера была, это уже немецкая пентафлекс. Я не знаю людей, которые бы с таким восхищением отзывались о работе обыкновенного шофера. Когда-то и ему пришлось крутить баранку. Но вместо монотонной работы он смотрел, как меняется за стеклом картинка и всегда старался кого-то подвозить для пополнения багажа знаний и новых душевных историй. Меня очень часто поражало у моих студентов, будущих журналистов, полное отсутствие интереса к миру вокруг. Я считаю, что если человек не любопытен, ему в нашей профессии просто делать нечего. Потому что вообще это такая радость, когда ты за казенный счет можешь путешествовать по миру. Что может быть лучше? Если искать даже в самой маленькой деревеньке, можно найти отличную тему для нового сюжета, уверен Валерий Борисов. И в этом я с ним абсолютно солидарна. Самое заурядное событие, например, такое, как открытие мемориальной доски, можно подать вкусно. В нашей профессии без перчинки не обойтись. Представьте, сколько приправ хранится в загашниках человека, исколесившего столько стран и городов. Везде можно найти какую-то такую интересную деталь, такую интересную изюминку. Смотришь сюжет, ну ничего, ну ничего. То есть вот то, что вижу, то снимаю. За чужим успехом каждый видит то, что хочет. Одни усердный труд, другие долю везения. Но стоит ли завидовать мальчику, который во время войны остался один? Бабушка умерла, отец, несмотря на броню, шел добровольцем на фронт и погиб. Маму вместе с заводом, на котором она работала, эвакуировали в Среднюю Азию. Несколько лет она знала только то, что ее сына Валеру устроили в детский дом. И мама меня уже, когда нашла, я был уже законченным негодяем. Вот я уже ездил на крышах почти всю страну на крышах вагонов. Когда уже будучи оператором центрального телевидения, он поехал в командировку в Душанбе, коллега первым делом повел их в Чайхану. От аромата свежих пшеничных лепешек закружилась голова. Даже спустя столько лет было трудно подавить нахлынувшие детские воспоминания и чувства. Я сразу вспомнил вот этот сумасводящий запах свежего хлеба. И постоянное чувство голода, которое мы испытывали все ребята в годы войны. Помни, вот как мы воровали абрикосы там на рынке, те же самые лепешки. Иногда мне бывает стыдно за коллег, которые забыли или не поняли вовсе, что наша профессия – это особая этика. Когда ты делаешь с каждым разом лучше не потому, что кто-то стоит над душой, а потому что иначе не позволяет твое естество. Когда быть в центре событий не значит постоянно лезть на рожон. Когда ты действительно чувствуешь себя представителем четвертой власти и понимаешь, твоя работа на что-то повлияла или заставила героя пересмотреть свое отношение к навязчивой братье и современных журналистов. И абсолютно неважно, где ты работаешь – в Латинской Америке, Орле, Улан-Удэ или провинциальной Рязани. Я был сам себе хозяин. Я почувствовал радость вот такого самостоятельного труда, когда ты зависишь только от себя, от своей сообразительности, от своего профессионализма. Если о мечтах и планах, то они вполне земные. Навестить могилы предков и как можно больше еще увидеть в этой жизни. Хороших фильмов, людей, книг, выставок, событий. Мы спешим и не успеваем всмотреться, вглядеться, разобраться. И проносимся, проносимся, ничего не увидим. Мне хочется верить, что наш телеоператор нашел нужный ракурс, правильно выставил свет, а мои вопросы были вполне сносными. Но мы обещаем учиться дальше и благодарим за этот прекрасный урок.